День России 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 и Российской Федерации, в Пионерском парке было организовано представление для детей. Инициаторами выступили представители 4-й российской военной базы. На лицах детей разрисовывали остинские и российские триколоры, а также другие веселые рисунки, что вызвало особый интерес у ребят. В связи с праздником мы решили сегодня прийти в парк и порадовать деток небольшими рисунками объединения, так сказать, российского флага и осетинского. Я поздравляю весь российский народ с праздником 12 июня, с праздником России. Желаю богополучия, мира, тепла и света. Мне очень понравилось, что мне нарисовали, потому что мне только это делают во второй раз. И больше мне никогда не сделали. Сегодня праздник День России. Я поздравляю с нами. Мама, 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 я поздравляю с праздником, я поздравляю с телевизором. Я поздравляю с праздником, я поздравляю с телевизором. А этим вечером у памятника Кустахи Тагурову также пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню России «Братство на века», организованное Министерством культуры Республики Южной Осетия. Фотовыставка, танцы, остинские народные игры и многое другое. А вот работники от тела культуры Дзаусского района с концертной программой посетили Знаурский район. Мероприятие также было приурочено ко Дню России. Подробности в репортаже Алены Оттаевой. Для жителей поселка Знаур была представлена интересная праздничная концертная программа с участием эстрадного ансамбля «Амунд», детского хореографического ансамбля «Фидан» и танцевальной группы школы-интернат Заусского района. С элементами осетинской хореографии они исполнили танец «Олитай». ПЕСНЯ Начальник отдела культуры Дзаусского района Галина Схавребова отметила, что по поручению министра культуры Жанны Засеевой все районы республики должны побывать в гостях друг у друга и представить на суть зрителей различные интересные номера. Организаторы мероприятия рассказали об истории праздника Дня России и подчеркнули, что дружественные отношения, которые сложились между нашими странами, мы обязаны сохранять и развивать. Это наш совместный праздник День России. Это отмечают как в России, так и у нас в Южной Осетии. Мне очень приятно сегодня находиться в поселке Знаур. Я с гордостью могу сказать, что россияне в сердце каждого осетина. Я их поздравляю с Днем России, желаю им крепкого здоровья, счастья, успехов. В концертной программе приняли участие заслуженный работник культуры Маир Кабисов, а также лауреаты международного фестиваля «Абхазская волна» Алан Санакоев и Илона Устаева. «Абхазская волна» Концертную программу работники отдела культуры из Наурского района представят зрителю Схимвальского района, а затем Схимвальский район – Заускому. Благодаря таким культурным мероприятиям отношения между участниками становятся дружнее и, что немаловажно, получают хороший опыт. Алена Устаева, Азис Пагаев, информационный выпуск «Сегодня». Далее прогноз погоды на завтра, 13 июня. В Знаурском районе Республики ясно. Днем температура воздуха плюс 21, ночью плюс 19. В Цавском районе ясно. Небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 21. В городе Куася также ясно. Небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью 19 градусов тепла. В Ленигорском районе Южной Осетии переменная облачность. Небольшой дождь. Днем плюс 16, ночью плюс 15. В столице республики Цхимвали ясно. Небольшой дождь. Днем плюс 21, ночью плюс 20. У меня на этом пока все. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин